В Кировской области зафиксировано сразу шесть фактов сбыта фальшивых купюр, неизвестными, найти которых будет проблемно. Кировчане стали жаловаться теперь на слишком яркое освещение улиц, зато город Киров выгодно отличился в рейтинге городов-коррупционеров. Подробнее об этом и не только в рубрике «Короткой строкой». Далее. В январе в Кировской области зафиксировано сразу несколько фактов сбыта фальшивых купюр. Об этом сообщили в региональном УМВД. Поддельные купюры были обнаружены только при пересчете вручки торговых точек в банке, что значительно усложняет установить преступников. Отмечается, что в регионе выявлено пока шесть фактов сбыта подделок в январе. В основном речь идет о купюрах достоинством в 2000 рублей. Полицейский рекомендует снабдить все торговые точки видеонаблюдением и приборами для проверки купюр. Жители города, которые раньше жаловались на плохое освещение улиц, теперь высказываются по поводу слишком яркого света фонарей. Жалобы поступили с улицы Ленина на участке от Преображенской до Труда. В администрации города пообещали сделать замеры освещения и, если потребуется, перенаправят свет фонарей. К слову, в городе установлено уже 370 новых ламп на улицах Ленина, Кочкиной, Конева, Свободы и других. Киров попал в рейтинг самых коррупционных городов России. Согласно результатам соцопроса, проведенного в январе агентством Zoom Market, наш город занял 30-е место. Самым коррумпированным городом признана Махачкала, на втором месте Нальчик, на третьем – Владивосток, а Москва – на 27-м. Из 30 городов, которыми заинтересовались исследователи, Киров оказался замыкающим. Маленькому Косте Юфереву требуется помощь. У мальчика диагностирован спастический тетропорез, задержка моторного развития, косоглазие. Помочь Косте могут постоянные курсы реабилитации, один из которых обойдется семье годовалого мальчика почти в 260 тысяч рублей, 107 тысяч из которых уже собраны. Более подробную информацию вы можете найти в группе ВКонтакте «Константин Юферев. Нужна помощь».